так здравствуйте друзья мы с вами за моим компьютером и небольшой монолог послушаем у меня таких много сотни и я щедро делюсь с вами итак вначале я покажу что я готовлю следующего вебинара вебинар будет проходить понедельник если сегодня 10 опять суббота воскресенье 14 что ли до 14 числа будет понедельник 16 по москве очередной вебинар вот я получаю письма вот видите для чего принципе прикоп выдуман зачем взорвать все можно прикопать только корень вот оказывается в одном случае я должен ответить вот этому человеку оказывается в одном случае прикопаешь сохранив жизнь особенно если летая зима в любом случае просто сгнет и все или замерзнет надо отвечать надо смотрим дальше 20 огромное благодарность за прекрасную учебу таких полезных знаний не найдешь у меня огромная просьба провести вебинар по сохранению молодых одно-двухлетних абрикосов зимой у меня садоводство под иркутском южный склон хорошо абрикосы посажены холмы по вашему методу считайте что вы уже ну ладно поговорим еще раз хотя уже уже склон холмы о многом говорят в казахстане карагадинского область абайский район город абай вот улица железнодорожная 41-1 42-1 кирилл дает все его полные кандидаты почему значит иван федорович дежурный по казахстану верить слушай улей константин и здравствуйте вчера с вами приключилась интересная такая история немножко расскажу ехал с караганды домой вокруг караганды много городов спутников я вот в одном из них живу ну и заехал на брошенные дачи не доезжая еще до дома где приглянувшиеся мне груши сидят периодически заезжаю просматриваю на них там получается рядом с одной из груш которые с корнеотводками поставили буровую установку геолого-разведка шахты сами поймать и это прям рядом территория кстати не огороженная прям рядом с моей груши условно думаю господи как хорошо хоть и не выкопали ну и хожу смотрю а он получается начальник буровой установки слово за слово разговаривали у него тоже так скажем сад небольшой но есть что удивило у него есть сибиряк байкалова и горные бакан так он их назвал болтали долго потом пригласил меня в бытовку пошли к нему в бытовку обменялись соответственно номерами этот сидели разговаривали рассказал ему как бы немножко про вас да говорит я знаю этого мужика всех ругает там на канале у себя ругает агротехнику современную ну и те кто ему как говорится это козни делают ну так вот он скептически как бы ко всему отнесся я не покажи свои абрикосы если есть на фото на видео вот у меня достал телефоне там все свои нюансы открыли кое-что я начал посмотреть спрашиваю сколько лет абрикосу вижу что он хороший уже центральный проводник мы увидели никогда это снят еще немножко ну кое-что сразу стало в глаза кидаться он говорит восьмой год я как плодоносят ну как бы с периодичностью я смотрю на ветки на все это как говорится на всю кровь и его зачем стригешь стригать зачем так сильно ну как формирую как бы чтобы было все вот такое на что привито честно говоря не знаю что привито то есть покупал где-то 8 лет назад честно говоря опять же не знаю откуда все это ему пришло где покупал здесь на месте или где-то может быть в россии покупал не знаю об этом ну суть опять же в чем стригет и стригет причем снимал съемка была 22 апреля этого года он цвел потом были заморозки и как бы это особо абрикосов получается на этот сезон ну нету спрашивают как сейчас плоды какие в каком размере он здесь но это мало мороз ударил говорит потом игорь цветет постоянно рано зацветает вот этот вот сибиряк байкалова и горный арбакан я ему объясняю то что это стригете каждый год дерево у вас уже как бы там ни было болеет потом посадку тоже спросил на холмы садить или как по старинке ямка лунка там все остальное вот он явил хвостом и якобы чё-то сказал что вроде бы на холмы было понятно что вряд ли на какие-то холмы и груш у него много тоже мне там перечитал перу веселинка северянка толгарка есть у него полгарку чё-то вот он не празднует подмерзает сильно спрашиваю опять же на что привито он не знаю там все остальное с ним как бы за за разговаривались он спрашивает у меня что есть полноценных плотов я еще не вижу как бы это третий сезон начался чего попугайчик мы разговаривают опять пришел а помогает и это кое-что ему наскидывал он тоже был удивлен видео своих и новому потом переписывались вечером был удивлен вот такая штука но хочу я с ним как бы встретиться друг от друга недалеко посмотреть волочью на весь его этот садик все как говорится хитрым глазом смотреть что познакомились как бы еще все знакомые наши то такие дела хотел поделиться с вами он наболтал пять минут так друзья был бы полноценный фильм но оказывается единственный случай только у ивана федоровича кириллина не открывается практически ничего видите я даже не мог найти его фотографии вот в общем будем считать что услышали его мнение он уже успел покритиковать человека который каждый год режет абрикосы а люди понять не могут что срезает часть веток включая плодовок как можно добиться хорошего урожая если он и так никуда не год хорош урожая сейчас покажу пойдемте на балкон дело в том что я купил два абрикоса цветут раду попадают под заморозки вот посмотрите это будет балкон вот начнем то что не интересное вишни вот это вишня как вишня сало как сало вишня с генами через ты надеюсь и это тоже пойдет по стране потому что страшный ужас вишни уничтожаются причем валят все на плане лез и понимаешь что надо начинать запрета резать деревьев а потом уже искать причину другую вот русские абрикосы точнее судови абрикосы видите вот раньше собраны вот такие вот федевры вот такие вот это знаете что посмотрите этот размер этот размер видели владеет 100 до 111 грамм я назвал его супер абрикосов назывался я получил заказ сейчас я стану в окошко и вот так вот буду показывать тут тоже много интересного здесь было уничтожено целая россия деревьев план выполнять надо и вот так вот буду показывать списать солярку надо бензин надо вот и вот результат вот она детская площадка которая всегда без детей сейчас все в телефонах я бы запретил законодательно как в китае но у нас там наверху это нахрен никому не надо родители детьми не справляется вот и у нас двух-трех лет садят их за телефоны лишь бы отстали а вот если законодательно тогда да отберем деревенка если дашь ему телефон но это горькие раздумья а теперь ближе к делу и так значит я хотел бы чтобы вы начинали с этого они все гибриды ставьте себе смесь королевского раз и академика и прививка за поджорцы вот эти чудеса они тем хороши что у них скажу свой характер и обязательно будут позднее раннее среднее будут расти 10 деревьев рядышком вырастили десяток ранние заморозки три дерева пустых семеро полно это ломится поздние заморозки может быть пять пустых зато пять и все сильно средне сильно вот это должно быть вырастите сами и не придется молить бога что 8 лет а плодов то так и не доелись вот такой получился экспромт импровизация послушал я ивану федоровича сейчас придумаю название даю слово дежурному по казахстану вот ивану федоровичу кириллину вот это такое название это фильм еще таких если в этом плане вам интересно пусть и будут сотни я никогда не требовал не вспомнил когда сказал ставьте лайки ставьте комментарии я сейчас не понимаю зачем ставить лайки вот но все хотят чтобы их эти смотрелись а дальше летний обрезка осенний обрезка зимний ставьте лайки правильная летний обрезка и уничтожает деревья правильно осенний обрезок так и пишут правильно знаете как переводим на русский язык вот тут за самое название передачу правильное уничтожение дерева правильное калечения дерева ну что ребята будем продолжать но поделик вебинар там все это суммируем до свидания друзья кстати не забывайте я стала их лучше вот этого заказ получил с питера на 2300 косточек я договорился 2300 косточек вот и я сказал ах такой заказ жирный посылаю вам еще 100 вот этих вот вот теперь все сказал освещение плохое ничего видели то видели до свидания друзья